Нам бы хотелось, чтобы в повороте еще и прыгал в высоту. Мысль о том, что он создан природой для чего-то другого, не кажется нам оправданием его слабых результатов в этой дисциплине. Мы требуем его выхода в сектор, мы презираем всякие отговорки, мы всей прогрессивной общественностью отлавливаем его и прямо во фраке несем вываливаться в дегте и перьях, громко крича о том, что повороте для нас закончился. Особенно громко кричит об этом тот, кто сам ни разу не оторвался от земли. Тот, кто пробовал отрываться, догадывается, что это дело требует особого дара, такого же божьего, самоценного и уникального, как неповторимый голос. Сергей Юрский, совмещавший в себе актерскую гениальность и дар гражданина, великолепное, почти уникальное исключение. Это не то, чего можно требовать от человека всем трудовым коллективом. И давайте заканчивать это профсоюзное собрание. Михаил Михайлович Жванецкий полвека расширял наши легкие воздухом свободы и продолжает это делать. Ему без малого 85 лет. Он национальный гений и часть нашего национального сознания. Именно он, а не мудатская скрепа, вынутая из головы Мединского, наш общий знаменатель. Подлинный распознаватель свой-чужой для людей русской культуры. Нормально, Григорий? Те, кто знают отзыв на этот пароль, свои. С ними можно разговаривать, искать дальнейшие точки сближения, в том числе по вопросу о гражданских доблестях. Гражданская доблесть вещь хорошая и правильная. Ее никогда не бывает много, потому что это, смотри, высшая разновидность Божьего дара. Редкая по определению. Очень хорошо, что мы понимаем ценность этого дара. То есть, как сказано, сами знаете кем. Общим видом овладели. Теперь подробности не надо пропускать. Жванецкими бросаться, пробросаемся. Тщательнее надо. Виктор Шендерович. Я специально зачитал этот текст, потому что мой комментарий будет полностью противоположным. И мне хотелось бы знать, что вы сами думаете по этому поводу. Относитесь ли вы к тем, кто смотрит на эту ситуацию так же, как Виктор Шендерович, или к тем, кто с ним не согласен. Вот здесь Виктор Анатольевич пытается объяснить, дескать, талант, дар Божий, и за талант можно все простить. Я с этим абсолютно не согласен, потому что талант талантам, а гражданская оппозиция присуща любому человеку, извините, сантехнику, и великому писателю, музыканту, вообще любому человеку. Каким бы он там не был талантливым, живет и творит он все-таки в определенной стране. И Михаил Жванецкий, конечно же, не глупый человек. Он прекрасно понимает все, что происходит. И нет-нет, у него иногда тоже выскальзывает. Ну, очень, знаете ли, так скромно, чтобы лишнего ничего, чтобы вдруг как-то не так не подумали в его сторону. Ну и, конечно, такие люди при нынешнем режиме – это просто жемчужины, их обязательно надо использовать. И жаль, что к 85 годам Михаил Жванецкий все-таки испортил себе некролог. Без этой медальки ничего бы в его жизни не изменилось. Он получил всенародную любовь и прав Шундерович. Конечно же, эта часть русской культуры и после смерти Жванецкого навсегда останется в ней. Но зачем? Зачем было принимать эту ненужную вещь из рук диктатора? Понимая, что гнет его, он невыносим для миллионов твоих сограждан. Понимая, что если ты этого не сделаешь уже в твои 85 лет, ну ничего, абсолютно ничего не изменится. Не выпустят его в телевизор. Ну и что? Мало других площадок, мало книг, мало всенародной любви. Зачем это рукопожатие, это преклонение перед царской благосклонностью? Вот ожидалось все же от Михаила Жванецкого лично от меня принципиальная позиция. Я уверен, что в этой стране, несмотря на таланты, есть определенная часть людей, которые бы отказались. Которые бы принципиально сказали, нет, спасибо, мы как-нибудь без этого обойдемся. Вот от Жванецкого я этого как раз таки ждал. Ну а то, что его талант, он останется талантом, никто его талант не умиляет, но, как там называется его передача, дежурный по стране, я бы так не сказал. Вот этого титула он точно с этого момента больше не заслуживает. Не чувствует он страны, не видит, не понимает. Либо пытается делать вид. Я не могу сказать, что Жванецкий для меня умер. Я могу сказать только одно. Это был неоправданный, ненужный поступок. И немножко на фраке у Жванецкого появилось такое пятнышко, которое уже не смоется, так и будет оно там отсвечивать этой самой путинской медалькой. Субтитры сделал DimaTorzok